Я только что выставил эти дневные записи и, в общем, сразу же проверил эту запись про комара и сразу понял, что она не работает, поэтому начал её перезагружать, а потом, как посмотрел, оказывается, там просто ничего не происходит. Ну, я просто очень долго ждал сегодня в этой поликлинике. Мне надо было к терапевту, чтобы какие-то бумажки на завтра мне дали. И, собственно, на какой на завтра? С чего всё началось сегодня? Ну, будем говорить, что сегодня. Я встал рано, позанимался и потом ещё долго ждал того времени, когда мне надо было идти в эту поликлинику. Пришёл какой-то уже уставший, ну, понятно, потому что позанимался. И там ещё надо было долго ждать. Потом оказалось, что я неправильно что-то сделал. И я не знаю, какие мне нужны бумажки. А ещё я начал ходить, по-моему, вчера, а может, сегодня я начал ходить в розовые футболки. И, ну, это одежда просто, я её на подоконнике взял, она просто чистая. И я не знаю, мне показалось, что это, конечно, чуть-чуть подозрительно, но потом я увидел, что там надписи с блёстками. Чё там голословно-то? Вот такая вот футболка. Я в ней ходил. Ну, так, ну, чё, позаниматься, пройти, какая разница, в какой футболке. Сейчас. Вот у неё вот эти вот буквы, они с блёстками. Ну, я не знаю, что там написано. Вот. И, наверное, никогда не узнаю, потому что мне это вред и станет когда-нибудь важно. И, ну, собственно, пришёл я в куртке и в этой футболке к терапевту. Не знаю, что с этими бумажками делать. Терапевт, конечно, ух, огненная женщина. Это, я не знаю, либо у неё какой-то протест внутри, в душе, в смысле. Что вот её, она что-то, чего-то против или не против, ну, что-то вот прямо, ух, сила такая непокобелимая. И, в общем, она говорит, ну, я вам там дам какие-то бумажки примерно, которые могут быть нужны. И говорит, ну, раздевайтесь до пояса. И я так раздеваюсь, а у меня розовая футболочка. И помощница врача начала смеяться. И, а я ещё в шарфе вместо маски. И я говорю, ой, а маску можно снимать? И она говорит, врач говорит, нет, нельзя маску снимать. И я так думаю, ну, у меня как бы шарф, а не маска. И, в общем, я начинаю эту розовую футболочку как-то снимать через шарф. Они начали смеяться. И мне не было обидно. Мне было только обидно, что я не сообразил насчёт бумажек. Ну, вроде бы, как бы, ничего лишнего делать не пришлось. Я только не знаю, как бы, чем это всё обернётся. Потом я пошёл обратно. А, кстати, вчера был необычный случай. Я про него забыл. Я тоже в уставшем виде. В общем, я в уставшем виде каждый день хожу по всяким медицинским учреждениям. Не психбольница. Нет. И, в общем, подходит какой-то парень и говорит, можно 20 рублей на проезд? Я думаю, почему 20? Вроде бы автобус 30 стоил. Ну, неважно. У меня как раз с этих моих неудачных обменов валют осталось наличными там 24 рубля. Ну, кстати, с этим я вообще не могу справиться. Я вчера попробовал этот эфир. И мне очень понравилось эфир говорить, потому что это как-то так вдохновляет. Ну, как-то даже так напрягает. И очень быстро всё происходит, потому что ты просто отговариваешь этот эфир. И он уже там, не надо ждать, пока там что-то загрузится. Больше ничего жать не надо. И мне понравилось. Но мне не понравилось, что если что-то случится с каналом, то у меня этого видео не будет. А там я говорю какие-то важные философские штуки про цинизм... Про ци... Ци... Ни... Ци... Ш... Что? Ци... Мэ... Лэ... Циничное... Про циничное отношение к собственным страданиям. И это очень сложно, на самом деле, проявлять неуважение к своим страданиям. Потому что человек, как это... Я страдаю, я переживаю. Как это не уважать собственные там эти переживания? Это очень трудно. Особенно если в случае с этой валютой, которая так и продолжает расти, именно после того, как я её поменял. То есть, всё равно от этого никуда не денешься. И главное, что умности, умности моей маловато для этого. То есть, мне надо было как-то всё равно... Лучше всего как-то отвлекаться, на самом деле. Но отвлекаться не просто как-то беспочвенно, там, фильмы смотреть. Фильмы смотреть... Ну так, я расскажу, в общем. Ну, ладно, уже рассказываю. У меня всё в кучу, конечно. Я начал смотреть сериал, который смотрел в детстве, прямо в раннем детстве. Называется «Гром в раю». И это как бы меня отвлекает, потому что тогда у меня не было таких мыслей по поводу валют. Вообще. Я не знал, что они существуют. И поэтому... Ну, там, конечно, очень всё подозрительно в этом сериале. Ну, и что? Зато какие-то воспоминания такие... Даже не реальные, а какие-то подсознательные, возможные, может быть, ощущения, что ли, из детства. Ну, в общем, всё равно это не помогает. Лучше всего помогает какая-то занятость продуктивная. Вот заниматься мне от всего помогает. Я сажусь, что-то играю, и как-то мне всё нравится сразу. Так, что я рассказывал про человека, который подошёл ко мне и попросил 20 рублей. А у меня было как раз 24 рубля. Я это уже говорил. Но странность ситуации заключается в том, что я не хотел прикоснуться к его рукам. И мне не нравилось, что он близко подошёл вообще относительно. И поэтому я хотел, чтобы была возможность как-то запустить ему эти две монетки. И вот точно не коснуться. И я, конечно, извиняюсь, но это из-за всяких вирусов там. И я ему говорю, а можно вот так вот ладошки сделать для монеток? Хотя я сказал, просто ладошки вот так вот можно сделать? Можете, там, я не знаю, можете, наверное, я сказал. И он так взял ладошку так, выставил мне ладошку. Я говорю, а две можно? И он трясущимися руками начал вот так вот в разные стороны эти ладошки вот так вот расставил. в разные стороны, ладошки расставил. То есть он не понял, он подумал, что я его заставляю как-то отработать 20 рублей. Я не знаю, что он подумал, но так выглядело, как будто бы я... Я его заставлял либо плясать, либо что-то такое. Это было очень странно. До меня только потом дошло, что он не понимает, что надо делать. Что я хочу, чтобы он что-то сделал. Что я хочу, чтобы ему дали 20 рублей. Это было очень странно. Но потом он сделал вместе, и я забросил свои монетки. Вот. А сегодня, это было бы удивительно, но тоже уже какой-то мужчина в возрасте попросил тоже 20 рублей. Я уже начал уточнять, почему вы все просите 20 рублей. И я говорю, у меня осталось только 4. Он говорит, нет, 4 не надо. Ну и я пошел дальше по своей дороге там. Потом думаю, пойти прямо в магазин или на набережную. Думаю, ну пойду на набережную. Иду, иду, смотрю, там этот же мужчина просит 20 рублей у кого-то еще. То есть, он каким-то, видимо, более коротким путем прошел. И я так, а, ну ладно, ладно, и иду дальше. Так он меня потом догнал. Мы начали разговаривать опять про какие-то там уже карточки, что есть какая-то почта, банк, хорошая карточка. И, в общем, что-то даже прямо поговорили немножко. Но 4 рубля у меня так и осталось. Ну все, наверное. Уже много. А что еще было-то? Да неважно, ничего не было.